Привет, друзья! Спасибо, что зашли в гости. Мы с вами вот так вот видимся в этом году первый раз, так что рад всех видеть. Поздравляю всех с Новым годом, 2018, всем хорошо погулять, Рождество, с таким вот хорошим праздником. Ну, помните, печень надо бречь, она восстанавливается очень-очень долго. Вы много просили, покажи, где ты живёшь, где ты вырос. Не орим. Вот, я сейчас покажу, где я прожил 35 лет. Посмотрите. Да, да-да-да, сегодня ролик, так сказать, для моих подписчиков и нормальных людей. А всех остальных, любителей меня и диванных экспертов, попрошу... Ну, вот картинка, вы поняли, да? Почему так? Да потому что задрали. Задрали. Я человек добрый, и гадости на своём канале не пишу и не говорю, но бывает достаю. Сказать хотел много, и спрашивали много, так что походим, покажу, как живу. Живу, конечно, но что имеем, то имеем. Такая вот суровая реальность. Так что попробуйте в таких вот условиях сделать чего-нибудь нормальное, а не надо меня учить жить. Вот когда-то в этом сарайчике я держал 320 нутрий, в этой вот пристройке. Это уже клетки порезал, потому что стало невыгодно. Здесь у меня был большой-большой пёс, звали Бакс, но, увы, он умер. Царство ему небесное. Прожил со мной 13 лет, был такой большой немец. Вот клетка снутрий. Вот такой вот двор. Ну, какашек сколько, правда? Такая обстановка оптимистическая. Хочется просто сидеть возле компьютера и творить. Великие дела, да? А вот, видите, штука, которую мы нашли в колодце. Вот так притащил, так и лежит. О, Андрюха приедет, будет шашлык. А, вот видите, сколько бутылок с пива? Это не я выпил, нет, это вот такие вот штуки. Деревья мы делали. Нас собирал. Это асфальт. Зачем асфальт? А, чтобы выложить во дворе, где ходить можно, потому что грунтовка. Вот такие вот кусты. Малина моя. Вот так я когда-то зарабатывал деньги. Это ажина. Ну, уже не накрываю. Забил. А вон малины много. На базар возил. Чеснока садил. По 120 килограмм убирал. Вот так вот выглядит стена дома. Да, дом из глины был. Просто его обложили в свое время. И все. Вот такой вот небольшой домик. Не орим. Курица орет. Да, друзья, хотел спросить. Ни у кого нет лишней звездочки октябрёнка? Хочу себе звездочку октябрёнка. Не знаю, потому что я был. Ну, у нас была шелтенята, октябрята. Там то, что с речом. Но я найти не могу. Она стоит копейки, но почему-то нет. Если у кого-то есть, подарите. Буду очень благодарен. Вот так вот домик выглядит снаружи. А вот этот асфальт, видите? А то была здесь каша все время. Когда только дочь, в туалет не попадешь. Туалет-то здесь на улице. Хотел сказать, друзья, про обзоры. Да, недавно мне, вот благодаря вам, подарили вот такую вот штуку. Такой вот буханка хлеба. Телефон. Делал обзор. Некоторые люди написали. Фа, всё, Димон, ты испортился. Сдулся. Каку показываешь. Ну, насчёт сдулся, это вы не правы. Посмотрите, какая рожа. А насчёт того, каку, ну, это как сказать. Не знаю. Я здесь этого... Ладно, я в этом плохого ничего не вижу. Тем более, я в этих видео сразу говорю. Друзья, будет обзор. Если вам неинтересно, ничего, не хотите вы ничего обозревать, так что не смотрите. А по телефону я вот чего думал. Мы с вами собираем на жёсткий диск, правильно? Если этот телефон продать, да, стоит он 380 долларов. Как вы думаете, за сколько его можно продать? Это ведь в магазине. А так, как бы, БУ, ну, БУ мало, неважно. Напишите, если продать, хот мы все-таки. Куплю себе жёсткий диск, куплю литров 150 бензина на коп и аккумуляторы в прибор, тёрку. Ну, чтобы было. Потому что у меня две пары, и одни уже кукин-квакин. Я думаю, что так будет, как бы, наверное, справедливо и более полезно для канала. А не ходить просто. Я такой вот модный, да и сложный для меня этот телефон. Я не знаю, зачем он. Рехи колочит. Так у меня и тот, предыдущий, хрясь, колол хорошо. Так что, не знаю, напишите. Почему-то, не знаю, думаю, будет правильно продать. Да, за жёсткий диск получилось бросить у четырёх человек. И у нас сейчас, чёток, больше трёх с половиной долларов. Но, ради справедливости, замечу, что два человека, которые бросили, которые хотели помочь ещё раньше. Я им говорю, что я компьютер собирал, уже не надо, ребята. Они говорят, нет, мужик сказал, мужик сделал. И в общей сложности у нас 30 долларов, почти 30 долларов на жёсткий диск. Но это будет долго. Хотя, спасибо всем, кто смог помочь. Я вот думал, если я продам телефон, ну, конечно, не за копейки, но какие-то нормальные деньги он-то стоит. И я смогу всё купить. Ну, не будет у меня телефона, не будет вайбера. Какая разница, зато у меня будет жёсткий диск, бензин на 10 выездов и новый аккумулятор. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Да, друзья, хотите забавную историю? В последнее время некоторые люди, не знаю зачем, начинают присылать свои части тела на почту, в ВК и в Одноклассники, в Фейсбук. Ну, когда эти части тела от девушек или женщин, это хотя бы вызывает улыбку. А когда свою опу присылают мужики... Ну, друзья, я не понимаю, зачем это им... Ну, мне девушки нравятся, так что не надо мужики присылать мне свои задницы и разные части тела. Девушки, пожалуйста, а мужики не надо. Некоторые из вас спрашивают, Димон, как ты находишь места на карте? Да просто, как и все. Включаю как карту, гугл. И смотрю, то место, где меня интересует. У нас всё на полях. У нас чернозём. Чернозём чёрный, понятно, да, того и чернозём. А домики-то были, поздних старей советов, из глины. И эти пятна видно. Да, когда приезжаешь, бывает это не просто домик, а выступает земля, глина наружу. Ну, облом. А так пришёл на пятно, посмотрел, есть обломочки, такой всякий мусор. Значит, это дом. Вот так я вот ищу. По Шуберту хожу, но у нас всё-всё-всё-всё-всё уже здесь выходили. Так что вот так. В лесу как копать? Не знаю, потому что в лесу я не копал. А вот так вот еду наугад. Также приезжаю, лужок. Если скошено, можно походить, просто проверяю. Наугад. Был там домик, не было, не важно, просто хожу. Потому что если просто потеряха, кто-то там катался, гулял и всё такое, этого же на карте нет, вот и хожу просто так на удачу и по пятнам на полях. Обычную карту Гугл. Набирайте. Карта Гугл вашего региона, спутник. И смотрите. Да, спутники надо клацать разные. Потому что один год он пролетал, когда там посеяна была, а зима ничего не видно. А второй год как раз спашка. И будет хорошо видно. Да, это коза. Звать Люта. Да, друзья. Если кто-то хочет помочь на жёсткий диск или просто каналу, ссылочку оставлю под видео. На вебмане и на карту приватбанка. Кто-то сказал, ты опять попрошайничаешь. Может быть, конечно, грубо, но задолбали. Да, вот машина. Никому не надо. Андрюха продаёт. Хе-хе. Он на ней почти не ездил. Купил. А ручник не работал. Поставил на горку. Шмяк. Ха-ха. В столб. И фары нету. Так и стоит. Если кому-то надо, пишите. Договорим. Копейка красная. Даже газ вписан. Только газ. Тот, что метан. Не пропад. Ну, установки нет. Ну, в техпаспорте есть. О, зверь. Капот чуток пошёл. А так, в принципе, целая. Нет ничего. Андрюха говорил, продаст. Она не ездит уже больше года. Резина новая. Привет. Ха-ха. Лютый зверючаще. А вот так вот в селе ходим мы в туалет. А вы мне будете говорить о высоком и о том, чего я кому должен. Вы поживите, как вы. А потом будете меня учить. Да, просили передать привет Киргизстану. Передаю. Всего вам самого хорошего. Хороших праздников. И всего самого-самого лучшего. Да, друзья, хотел ещё спросить. Как вы думаете, когда лучше выкладывать ролики? Просто свои ролики. С утра. Я выбрасываю 5-5.30 утра. Или в обед. Или под вечер. Или какие лучшие дни. Например, в праздники выбрасывать. Или в праздники вам не на меня. Ну, чтобы я понимал. Напишите. Просто это важно. Да, чуть не забыл. Вот я неблагодарный. Один человек подарил мне свой жёсткий диск. Да, на 500 гигабайт. Он БУ, но работает. Пускай он шумный, конечно, и медленный. Но мне-то не в танчике играть. Мне на нём просто хранить информацию. Я его подключил. Он даже шнурок мне подарил. И всё. Круто. Пускай у меня нет ещё на 2 терабайта. Но 500 гигабайт чего-то порешало. Чуток почистил, туда архив сбросил. И всё лежит. Огромное спасибо. Пару человек прислали посылочки с монетками. Одна пришла с братинками. Там их штук 30. Классно. Даже они не чищены, но есть из чего выбрать. У нас братинок просто нет. Один человек прислал ходячку польскую. Да и не только. Спасибо. У меня таких монет не было. Было очень приятно. Как раз пришли возле Нового года. Одна до, вторая после. Потому что у нас почта работает 2 дня. И то не у нас, а в соседней деревне. Ещё такой нюанс. Я вот понимаю саму ситуацию. Подписался человек там на коп или на какие-то истории. Да, приходит ему сообщение. Вышло видео. Он заходит, а там обзор. Даже он, если его смотреть не будет, но как-то расстраивает. Правда, хочется пальцем в глаз тыкнуть. Давайте не так. Если я буду делать обзор, я его буду выбрасывать только с ещё каким-то видео. То есть, например, сегодня видео про коп и обзор. То есть, вы зашли и не расстроились. Есть видео посмотреть или какая-то история. А обзор смотреть или не смотреть, это уже решать вам. Ну, я думаю, так будет честно. А как вы, как думаете? Заговаривайся. Да, опять же, по обзорам. Будут ли обзоры разной каки? Каки такой откровенной не будет. Если вещь прикольная, почему бы и нет? Но я в начале ролика буду говорить, что, друзья, это обзор. Если вам не нравится, вы не хотите смотреть никакой обзор, ничего не смотрите. Просто выключайте. Зачем обзоры? Ну, как зачем? Давайте не будем лукавить. Чего-то мне дадут. Дадут, не дают. Вот эту штуку. Я её покажу, а потом продам. Эти деньги пойдут на канал. Я думаю, это честно. Ну, что, друзья, вот как-то вот так вот. Увидели вы, где я живу, где я творю. Точнее, я жил до 35 лет. Сейчас мне-то 42 уже. Ну, вот как-то так. Вот такие вот условия. А вы говорите о высоком. Ты там чего-то должен. Да никому я ничего не должен. Кто меня понимает, те смотрят. А все, кто рассказывает гадостью, пошли вы лесом. Боком, боком и прямо. Не знаю, что ещё сказать. Всего вам самого хорошего. С Новым Годом. Наступающим Рождеством. А может быть, ролик выйдет как раз в... Не знаю. Спасибо всем, кто смог помочь. Кто хочет помочь и есть такая возможность и желание, ссылочка есть под видео. Буду благодарен. Кто считает, что я мудак и попрошайка, пожалуйста, я от этого даже худать не буду. Просто не пойму, какие вы мазохисты. Вам это не нравится? Ну, вызов. Ну, всё равно заходите на канал и смотрите. С вами что-то не так. Возникнут вопросы? Задавайте. Я бы показал вам больше двора, но сегодня ветер. Вот я и прячусь. Сейчас стою за туалетом. В хоздворе. Там, там. Когда ветра не будет, я могу показать больше. Если вы считаете, что это нужно. Вот. Вы видели, как я живу. Да, по обзорам они будут, но, как я уже сказал, как-то вот так вот. Так что вы напишите, как вы к этому относитесь. Надеюсь на ваше понимание. До новых встреч на канале. Пока-пока. Ещё увидимся. Привет. Коза. Раньше их было три штуки. Осталась одна. Вот такую тачку мы когда-то забавахали. Хе-хе. Сен возить самая туф. Можно ещё бряк. Картоху в мешках с огорода. Класс. Это не на горбу таскать. А зимой стоит вот так. Знаете, как в фильме. Дерево там такое. Во. Правда, памятника нет. Но вот так вот всё эпично. Красота. Хе-хе. Вот это вот она. Суровая реальность. А вы говорите. Субтитры сделал DimaTorzok